Дорогие друзья, мы с вами устанавливали Jupyter ноутбук, а вы можете установить еще JupyterLab. То есть, чем отличается эта практически полноценная идея. Я вам помогу немножко, пару уроков, дальше вы сами разберетесь, потому что материала море. Чем она отличается от обычного ноутбука, блокнота обычного? Значит, здесь более широкие возможности. Например, можно все смотреть по вкладкам. Второе, здесь уже написано большое количество расширений. Ну, например, мы можем установить абсолютно разные темы. Здесь работают все те же команды, как и в ноутбуке. Но я, допустим, еще установил, вот я сейчас делаю по функциям, хочу сделать по функциям, чтобы было тотальное понимание сразу, потому что я заметил, что из-за этого страдает. Здесь можно сделать автозавершение кода. Я сделал уже. Я вам покажу. Здесь, иными словами, более удобно. Потому что одно дело, когда вы в обычной среде делаете что-то для понимания, там постоянно надо что-то закомментировать. Здесь каждый кусочек кода вы работаете. Есть ошибочка, она у вас осталась. По крайней мере, она читаема. И эти документы, чем отличается вообще, по сути дела, это командная строка. В обычной командной строке вы как только закрыли, все стерлось. А здесь все сохраняется. Можно перезапускать много раз, можно дорабатывать, можно смотреть, можно разбирать, как мы и будем разбирать. С вами очень подробно. Поэтому, конечно, покажу пару уроков, как поставить. Да, кроме этого, что забыл сказать. New. Здесь есть терминал уже. Здесь есть обычный нормальный терминал, чего нет в обычном Юпитере. Здесь можно создать совершенно другие, разные. Здесь есть разные. Вот мы будем пользоваться. Я установил и Kotlin установимый, и JavaScript. То есть, не выходя со среды, можно работать и с Kotlin, и с Python, и с DC. То есть, очень удобно. Очень круто. Ну, а дальше материалов много, разберетесь. Ничего сложного там нет. Tenemos良 Summit. Goo. Как película.